Не для того ли Россия из 9 мая сделала такую себе псевдорелигию, чтобы каждый россиянин даже боялся допустить в своей голове, что Кремль может действовать тем же методом, что и некогда фашистская Германия? Давайте начнем с того, что Россия просто перепутала еще и как Советский Союз два абсолютно разных термина. Она не победила фашизм, она победила нацизм. И как и все участники Второй мировой войны был побежден нацизм. Фашизм это совсем другой политический режим, который действительно напоминает сейчас режим Путина, российский режим. Поэтому здесь как раз и пошла подмена понятий, через подмену понятий для того, чтобы собственное население не находило параллели с фашистским режимом, которым сейчас в действительности является Россия. Россия не является нацизским режимом, который был у Гитлера, но полностью повторяет ту систему, которая была в фашистском государстве Муссолини. И те, скажем так, элементы, которые привел Тимоти Снайдер в своей статье, в лишний раз это подтверждают. Плюс к тому же можно взять того же Умберто Эка, 14 признаков фашизма, и полностью это все еще раз перепроверить. Именно если мы будем говорить о современной России, то действительно очень много исследователей сейчас говорят о том, что создана квазирелигия, создан культ Великой Победы, на алтарь которому, собственно говоря, приносятся всевозможные и невозможные жертвы. И именно этот единственный элемент объединяет российскую нацию, потому что больше, по сути дела, сейчас им гордиться нечем. Поэтому это общество, которое не направлено в будущее, это общество, которое направлено в прошлое. И в прошлом оно, соответственно, все черпает, все элементы для своего вдохновления. Соответственно, если кто-либо замахивается на это прошлое или пытается об этом прошлом говорить правду, он автоматически превращается в врага, нациста. И одна из претензий к нам, которая, скажем так, оглашена со стороны России, это то, что мы извращаем память о Второй мировой войне, мы не хотим признавать ее Великой Отечественной. У нас есть свои, скажем так, нарративы об этой войне, у нас есть свои герои в этой войне, у нас отдельный, скажем так, еще блок преступлений, которые на территории Украины совершали не только нацисты, но и совершали представители советской власти.